Строительство дорог, водоснабжение и канализация, управление твёрдыми отходами, уличное освещение, другие сектора, касающиеся развития инфраструктуры, остаются приоритетами для правительства. Это обсуждалось на традиционном совещании с участием главы государства, председателя парламента и премьер-министра. Глава правительства сообщила о начале выполнения проектов по восстановлению инфраструктуры, включая проведение конкурсов на строительство и ремонт национальных дорог, проект водоснабжения ряда населённых пунктов Ханчешского и Леовского районов. По его словам, конкурсы должны быть завершены к марту. Премьер заверил, что они будут прозрачными и справедливыми. Также Илон Кику проинформировал, что ряд тем из повестки Дня правительства будет обсуждаться в среду, 22 января, когда в Кишинёве состоится заседание со всеми премарами страны. В частности, премьер коснулся реформы системы деятельности участковых полицейских. «Я провёл на прошлой неделе анализ ситуации и попросил МВД и другие государственные учреждения разработать программу восстановления института участкового полицейского. С 2009 года он был отменён. У нас больше нет полицейского, который разговаривает с гражданами, с молодыми людьми, с учётом того, что школа больше не имеет роли воспитателя, и молодые люди остались без поддержки и внимания общества. Данную роль выполнял участковый полицейский. Реформа полиции, проведённая в 2011-2012 годах, ликвидировала этот институт. «Сейчас никто не общается с гражданами, они больше не знают, куда звонить в экстренных ситуациях. Мы попросили министерства подготовить эту программу в течение нескольких недель и будем требовать, чтобы участковый знал каждого человека, чем он занимается, какие у него планы. Особенно это касается молодёжи. Для этого нужны значительные средства». В то же время, возвращаясь к инфраструктуре, отметим, что президент призвал партнёров из Чехии инвестировать в Молдову. Игорь Дадон провёл рабочую встречу со зданником Сбытиком, главой компании из Праги, которая занимается импортом молдавского вина в Чешскую республику. Глава государства приветствовал гостя и поблагодарил его за деятельность, направленную на углубление наших торгово-экономических отношений. «Вместе с тем господин Сбытик сообщил мне о том, что инвесторы из Чехии проявляют интерес ко многим властям, таким как строительство дорог, энергосектор, медицина, транспорт и инфраструктура, включая городскую. Подчеркнув, что Республике Молдова нужны прямые иностранные инвестиции в первую очередь для реализации крупных проектов и президентских инициатив. В этом контексте призвал партнёров из Чешской республики активно вкладывать деньги в нашу страну», – отметил Игорь Дадон на своей странице в соцсети.